Вот наша, теперь ответ президента, ответ президента на, говорю, немножко надо было подождать, потому что с этой базой в Ульяновске тоже хочу это осветить, для того, чтобы не оставался вопрос, не висел, не такие уж там дураки, как многие считают, там предатели и всё. В канун дня воздушно-десантных войск, в прошлую среду, Путин прибыл в дислоцированную в Ульяновской области 31-ю гвардейскую отдельную дистантно-штурмовую бригаду, где пообщался с военнослужащими. Как сообщила газета «Взгляд», с 1 августа в Ульяновске должен был начать работу транзитный пункт, через который НАТО по соглашению с Россией будет осуществлять доставку афгатских грузов. Эту дату назвали российские дипломаты. Как предположили местные издания, в частности, центральный сайт Ульяновска, приезд Путина связан с проверкой готовности транзитного пункта. Официально эта версия не подтвердилась. Местные журналисты обратили внимание на то, что президентский борт приземлился на том самом аэропорту Ульяновск-Восточный, где должен был открыться перевалочный узел НАТОвских грузов. Обычно рейсы из Москвы приземляются в аэропорту Ульяновск-Центральный. Отвечая на вопрос одного из десантников, в какой степени России выгодно создание в Ульяновске транспортного пункта НАТО, Путин задал встречный вопрос. Цитата. «А нужно ли там нам воевать?» Вот я тоже всегда говорю, не стоит ли поберечь своих людей, молодых людей, особенно хорошо выученных. А стоит ли нам там воевать, то есть в Афганистане? Услышав ответ «нет», он подтвердил. Совершенно точно «нет». И следующая цитата. Путин сказал, а элементарный порядок в Афганистане нам нужен. Получив утвердительный ответ, он согласился и продолжил. Цитата. «Мы заинтересованы в этом. Заинтересованы, чтобы на наших южных границах было спокойно. Сейчас в Афганистане есть постоянное присутствие войск НАТО. Надо им помочь. Пусть они там воюют». Немножко напоминает, конечно, высказывание одного, по-моему, из американских политиков. Пусть они там воюют и переберут друг друга. Он дальше ничего не сказал. Это связано со Второй мировой войной. Ну, ладно. Обращаясь к десантникам, Путин заявил. «Я понимаю, что если грянет что-то, что потребует участия наших вооруженных сил и вас, десантников, вы готовы. Но наша задача, политиков, не допускать таких событий». Очень серьезное заявление. Вот это должен был сказать Николай Второй, когда он ввязывался в разные компании военные. И до него много. А что там? Эти рекруты. Не жалко. Важно, вот, пафос военный. Нужна маленькая освободительная война. Но наша задача, политиков, не допускать таких событий. Надо всячески помогать, чтобы не допустить применения вооруженных сил наших. Он также отметил, по многим другим вопросам с блоком НАТО, у России разные оценки, разные подходы. Напомнил, что блок создавался в период противостояния. Понятно, да? В Советский, еще когда Советский Союз был. И цитата. «Они считали, что исходят угрозы от Советского Союза и от Варшавского договора». Я напомню просто, что было две системы. Одна советская представляла Варшавский договор, а другая НАТО. Но сейчас угрозы нет. А НАТО остается. Это атовизм прошлого. Они поэтому ищут себе работу противников. Но в данном конкретном случае они делают правильно, и мы им помогаем. Ну, не у нас же. Да и дальше. Жаль только, что все государства, которые участвуют в событиях в Афганистане, думают, как ноги оттуда унести, добавил Путин. То есть понятно, да? Что там тоже провал, в общем-то. И поэтому мы помогаем им не столько в транспортировке туда, в Афганистан, сколько оттуда. А жаль, взяли на себя обязательства, пусть доводят их до конца, подчеркнул президент. Но куда они переводят войска, это второй вопрос. Но это не помощь в усилении афганской группировки НАТО. Путин добавил, что несмотря на все разногласия, Россия будет сотрудничать с НАТО по многим вопросам. В частности, о борьбе с пиратством на море и террористами. Подчеркнул, что все это отвечает нашим национальным интересам. 31-я бригада ведет свою историю с января 1941 года. Ну и так далее. Здесь очень интересно. Тут, в общем, такая бригада. Как убедился корреспондент газеты «Взгляд», ранее побывавший в аэропорту Ульяновска, преимуществами будущего таможенного узла станут достаточно длинные взлетно-посадочные полосы, способные принимать большие транспортные самолеты, наличие подъездной железнодорожной ветки, которая сейчас ремонтируется, и малая нынешняя загруженность аэропорта. Никакие масштабные строительные работы на аэродроме не ведутся. И, по словам сотрудников аэропорта, даже не планируется. Поэтому так называемую базу НАТО разместить здесь пока негде. Возможно, только транзит и разгрузка грузов из Афганистана непосредственно в нынешних помещениях аэропорта. Вот эту как бы карту козырную НАТОвской базы в Ульяновске разыгрывали и псевдопатриоты, несколько месяцев жевали её, и оппозиция, всякая белая и оранжевая и прочее. Оказалось, вот всё достаточно взвешено, холодный расчёт, чётко. Почему бы не помочь противнику оттуда убраться или там увязнуть, как они хотят? И снять напряжённость, которая могла бы возникнуть, если бы мы отказались транспортировать эти грузы. Наркотрафик, ну это другое совершенно дело. И по наркотрафику тоже надо договариваться как-то, потому что мы не имеем возможности, просто физически не имеем возможности контролировать производство героина в Афганистане. Сейчас мы не имеем возможности это контролировать. К сожалению, не имеем возможности контролировать и ввоз его через наркотрафик в нашу страну и в Европу. То есть тоже надо... Но это другая тема уже. Продолжение следует...